всем привет это ольга шведа добро пожаловать на мой канал снова порция полезной информации так эти все буханки были приобретены в абсолюте на вид момент покупки и запах они были просто потрясающие но извините как бы ребята надо проверять я купила несколько буханок в разное время и посмотрите что с ними произошло у нас та же самая проблема о чем я говорила в новый год черная плесень здравствуйте один квадратный миллиметр черной плесени производит хреновую тучу спор в год для того чтобы этого не было уважаемые предприятия нужно часто делать ремонт йог и ремене нужно просто делать сука извините за выражение ремонт блин не раз 15 там 10 или более лет а каждый сезон такие как вы должны следить за чистотой на ваших складах или там те кто вам поставляет муку люди посмотрите что вы едите в тот раз я показывала вам две буханочки возможно как могла загерметизировала все это разумеется я в перчатках плесень мы наблюдаем растет изнутри буханки изнутри она растет йопа это не гре бери бумаги там всю документируй иди в прокуратуру я считаю что не нужно идти в прокуратуру люди сами должны понимать что они едят просто проведите эксперимент те кому дорого свое здоровье проведите элементарный эксперимент съездите в разные магазины купите разный хлеб поместить его в одинаковые условия и посмотрите что он будет делать 20 рублей стоит булка купите 5 разных булок в разных местах я не буду конкретно сейчас не о чем говорить я просто предлагаю сравнить вот это я даже не открываю вот это я даже не открываю потому что здесь все здесь все уделано вся булка уделана тоже вся уделана я даже не буду это открывать это и так понятно в общем три булочки из абсолюта поздравляю вот так они будут выглядеть через какое-то время очень очень быстро для сравнения я показываю вам совершенно нормальный хлеб с каравая он герметично закрыт можно говорить что я хреновая хозяйка но сейчас я вам покажу хлеб который я купила три месяца назад и тадам это батон багет французский был куплен мной в магазине синенький вы можете посмотреть дату я вообще нет ничего не скрываю 15 марта 2016 год в упаковке присутствуют дырочки вот вы их видите упаковочке у нас присутствуют дырки то есть если бы плесень роилась в доме если бы проблема была именно в доме вот они дырочки нормальный хлеб засыхает когда он кончился понимаете когда истек срок годности все очевидно по моему очевиднее некуда и мне очень интересно в этих случаях позиции средств массовой информации которые вообще должны просто бить во все колокола не знаю сами обращаться в сэс сами проводить эксперименты сами 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 вообще журналисты чем вы занимаетесь показываете никому не нужные скучные какие-то заседания думы вы вот этим займитесь вы сделаете сенсацию на россию я думаю что в каждом городе такая ситуация это просто вообще выше всяких критик это выше всяких слов разумеется сейчас все продукты которые были рядом с этим я заматываю и выбрасываю но пожалуйста еще раз купите в разных частях города магазин в разных магазинах хлебных проведите сами такой эксперимент и не забывайте проводить его периодически потому что посмотрите что вы едите я приведу небольшую статистику надеюсь это было вам полезно всем хорошего пока 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 пока